А счастье было так возможно. Как сообщает Портал Дром, ульяновский автозавод заморозил разработку следующего поколения Патриота. Новинку хотели создать на базе действующей модели, внедрив другую раму и подвески, а также модернизировав кузов. Поэтому не удивляйтесь, что эту новость мы проиллюстрируем нынешней версией УАЗика. Между тем, заволжский автозавод даже успел создать турбированный мотор, а команда инженеров разработала систему постоянного полного привода. Однако на запуск русского Прада группе Солерс банально не хватило средств, ведь все ресурсы брошены на освоение производства ауросов в Елабуге. Впрочем, официально автозавод прокомментировал нам ситуацию иначе. В период пандемии мы действительно вынужденно заморозили ряд работ по проекту, и сейчас разрабатываем новый график инвестиций и план реализации. Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожника УАЗ никто не отказывается. Что же, даже если Солерс разморозит проект через год-другой, время будет упущено. Еще один пикантный момент. В модернизацию Патриота уже вложилось государство. Примерно 650 миллионов рублей целевыми грантами выделили Минпромторг и Минобранауки. С закрытием проекта эти деньги придется вернуть или как-то перенести на Аурус. Само будущее УАЗа выглядит тревожным. Единственной надеждой завода была платформа нового Патриота. Других перспективных проектов нет. Как только россияне перестанут покупать нынешние пожилые модели, ульяновский завод придется попросту закрыть. Между тем, мировой автопром уже унесся вперед. Взять хоть индийскую Тату, которая меняет рамную модель Сафари современным кроссовером. Да каким! В основу свежего флагмана положена платформа лендровера. На этой же архитектуре базируется Discovery Sport. Правда, ради удешевления индийскому родственнику отрядили полузависимую балку вместо задней многорычажки. А это означает передний привод вместо полного. Также Тате не достались британские движки. Под капотом скрывается двухлитровый фиатовский турбодизель, с которым сочетается шестиступенчатая механика или автомат. За трехрядный паркетник индийцы попросят около 20 тысяч долларов, то есть полтора миллиона рублей.